Человек может долго, бесконечно долго смотреть на огонь, воду и на то, как другой человек работает. Причем последнее можно наблюдать и из окон автомобиля. Мы приехали на этот щебеночный карьер посмотреть, как работают люди и китайские самосвалы от фирмы «Китайские силовые машины». К появлению такой техники на дорогах города и России мы уже не относимся с недоверием. Потому как первые образцы мощных трех- и четырехосных самосвалов уже не первый год эксплуатируются. И количество таких автомобилей растет. Еще бы! 25-тонные самосвалы в своих огромных по КамАЗовским меркам кузовах правильной формы тащат зачастую груз, для которого ранее использовались только карьерные белазы. Конечно, так нагружать ваши машины могут только прорабы и мастера бессовестных организаций заказчиков. И лучше, чтобы таковых на пути ваших автомобилей и вашей фирмы было меньше. Но сегодня не о красоте работы продуманных китайских тяжеловозов, а о фирме, на вооружении которой стоят такие автомобили. Наверное, можно паниковать, когда живешь сыто и все у тебя есть. В России нет ни дорог толком, ни домов. То есть строиться люди будут продолжать. Что вы им можете предложить от китайских силовых машин? Для того, чтобы люди не паниковали и не нервничали, и спокойно работали, и строились, мы можем предложить им спецтехнику в аренду. Конкретно есть у нас 4 самосвала китайского производства, отличного качества. 2 самосвала 25-тонника и 2 самосвала грузоподвенности 35 тонн. Соответственно, все работы сыпучие по перевозке грузов, по перевозке вообще любых абсолютно материалов, которые производятся этими машинами, мы можем предоставить. Кто-то может испугаться и сказать, что такие-таки вещи случались, что наберут КамАЗов, допустим, пригласят автоколонну, там половина из них не выходит в рейс, половина из них стоит. У нас с этим все нормально, в связи с тем, что наш технический центр достаточно в этом плане подкован. Наши специалисты могут решить задачи любой сложности. На днях мы восстановили коробку передач ZT Fuller австрийского производства, как бы по китайской лицензии, ой, по австрийской лицензии китайского производства. Коробка была просто разбита. Ребята восстановили полностью, машина работает, ездит, все нормально. Ну и, конечно же, восстанавливают из чего? Наверняка есть запчасти, на коробку есть. Это вообще, наверное, не должно быть ни у кого, но у вас? У нас есть всяческие запчасти. Мы работаем непосредственно с Китаем, с заводом-производителем. То есть запчасти приходят в минимальные сроки, в связи с тем, что у нас на самом деле сидит настоящий китайский представитель. И, соответственно, общение сводится... Ну, все происходит очень быстро, никаких задержек с запчастями, проблем на самом деле нет. Есть запчасти, есть ремонт, все быстро. Помнится, мы как-то показывали вам ремонтную базу фирмы «Китайские силовые машины». И не поленимся, и покажем еще раз. И скажем, что в жизни нашей и у наших друзей есть и мощные грузовые колонны, и транспортные компании. И там с успехом работают китайские грузовики и тягачи. Но вот когда встает вопрос планового ремонта и приобретения запасных частей, альтернативу мы не ищем. Дорога одна. Фирму «Китайские силовые машины». Теперь о сути сюжета. Есть сфера деятельности актуальная. И в момент перепроизводства это капитальное строительство. И здесь деньги лежат буквально в нашей, не всегда плодородной земле. И что вы думаете? И двухэтажный загородный коттедж в 15 минутах езды стоит 5 миллионов рублей. Чепуха? Ищем ближайшую газовую ветку, отсыпаем дорогу, берем в подряд замечательную китайскую технику, строим дома из недорогих материалов и для пиар-поддержки обращаемся к нам, любимым. И из миллиона долларов через год-два получаем 10. И это только малая толика наших дивных советов. И совет самый главный и окончательный, каждому свое. И каждый в своем занятии должен быть профессионалом. И на примере фирмы «Китайские силовые машины» предлагаем вам работать слаженно, четко и в срок. Причем перевозя в разы больше и экономя соответственно. И скажем, есть предприятие, есть техника. Осталось ваше желание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова